Кхе-кхе-кхе, что-то мне не здоровится. Не знаю, что и делать. Самая здоровая программа. Вылечим всех. Следующий. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Нам доктор назначил столько анализов. Тебе нужно в Центр лабораторной медицины Биолайн. Они лидеры на рынке лабораторной диагностики Донбасса. Биолайн осуществляет более тысячи видов исследований и выполняет анализы в любых биологических материалах. Не знаю, когда все это делать. Я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 60 пунктов лаборатории по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. А где и когда можно забрать результаты? А результаты можно забрать в любом пункте или получить по интернету. В лабораториях Биолайн даже для детей и малышей с первых дней жизни предусмотрены специальные условия. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн. Будь уверен, что здоров. Телефоны 071-404-74-09, 071-306-59-48. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Самая здоровая программа» и с вами я, ведущая, Ирина Швец. Напомню, что партнер нашей программы является Центр лабораторной диагностики Биолайн. Биолайн – лидер на лабораторном рынке Донбасса. В период зимнего сезона мы часто болеем. Чтобы этого не происходило, нужно срочно направить все свои силы на укрепление иммунитета. Как повысить иммунитет, чтобы организм с легкостью перенес наступление холодов, а болезни и вирусы обходили нас стороной? Об этом мы и узнаем у нашего сегодняшнего гостя. В студии Радио ТВ Александр Сергеевич Прилуцкий, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедры клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии ДОНМО, имени Максима Горького, специалист по клинической иммунологии Министерства здравоохранения ДНР. Тема нашей беседы – «Как укрепить иммунитет в сезон простуд». Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, что такое иммунитет? Иммунитет – это сложная система защиты организма от нарушения его постоянства внутренней среды. И он включает в себя защиту также и от болезнетворных бактерий, вирусов и прочих возбудителей различных инфекционных заболеваний человека. А вот расскажите вкратце о иммунной системе. Иммунная система сейчас в связи с развитием науки, понятие о ней усложнилось. Конечно же, эта иммунная система делится на врожденную, то есть генетически детерминированную и приобретенную. И врожденная система иммунитета включает в себя различные клетки, различные компоненты сыворотки крови, такие как комплимент и другие, лизоцим, ферритин. А из клеток – это прежде всего фагоциты, которые открыл наш отечественный ученый, лауреат Нобелевской премии Мечников. Превобетенная система иммунитета – это ТБ-лимфоциты, Т-килеры, которые уничтожают опухолевые клетки. То есть иммунитет имеет громадное значение в организме человека как система, одна из интегральных систем человека, обеспечивающая его постоянство и жизнедеятельность. Александр Сергеевич, можно ли укрепить иммунитет зимой? Можно, конечно. Ну, прежде всего, в общем-то, я не буду каким-то первооткрывателем, да. Это что? Рациональный режим, не злоупотреблять вредными и вообще не иметь вредных привычек, потому что, например, курение – это очень большое зло и нарушает очень серьезно барьеры легких. Вот один из моих хороших друзей, он курил со школьной скамьи. И вот когда он прекратил курение, да, он прекратил курение, потому что я ему рассказал, что у нас умер академик, фармаколог, он все время курил папиросы, Пеломорканал, да, ну, такой настоящий русский человек, и он умер от рака легких. И он прекратил. Я ему говорю, ты бросил? Он говорит, нет, я не бросил, потому что Марк Твен говорил, нет, ничего легче бросить курить. Я сам бросал разов 300. А я прекратил. И вот он прекратил, так представьте себе, у него в течение двух лет выходила черная слизь, а потом начали выходить белые слепки. Это, в общем-то, ткани, которые были, ну, в общем-то, повреждены вот этим курением. Александр Ильич, а как взрослому человеку повысить и укрепить иммунитет? Вот что? Избегать вредных привычек, да, и прежде всего не курить. Конечно же, рациональный режим дня и, конечно же, ну, избегать стрессов, которые тоже очень серьезно нарушают иммунную систему. Вот, например, у меня был пациент буквально неделю назад, вот, у него обострение аллергии. Представьте себе, мама отмечает, мы будем разбираться в этом, да, потому что, как правило, эти больные имеют смешанную генез аллергических, в общем-то, обострений различных заболеваний. Но я уверен, мы сейчас будем делать это, не делает никто, в общем, будет P-фактор. И, в общем, мы найдем вот эти нейроэндокринные медиаторы, которые благоприятствуют этим обострениям. Понимаете? Поэтому режим очень важен. Полноценный сон. Кстати, чтобы сон был, чтобы спал человек, не при включенном свете, потому что тогда хуже вырабатывается мелатонин, а это нарушает, в общем-то, действия всех органов и систем человека. Конечно же, использование фруктов и овощей, потому что витамины, витамины лучше получать с фруктами и овощами. А как питание может влиять на иммунитет? Вот я вам хочу сказать, что питание может очень серьезно влиять на иммунитет. Почему? Потому что недостаток питания – это недостаток белковых веществ, и мы не вырабатываются, в общем-то, ни иммуноглобулины, ни рецепторы на Т-клетках, Б-клетках не синтезируются. Вот. Поэтому должно быть достаточное питание. Рыбная, мясная. А? Рыбная, мясная продукция. Вы знаете, говорят, самая лучшая рыба – это колбаса, да? В общем-то, хочу вам сказать, нужно рационально сочетать. И, в общем, в зависимости от веса, я еще эндокринолог, да? В общем-то, мы рекомендуем различную диету, да? Но прежде всего это фрукты, овощи. Ну, опять же, опять, мы смотрим на сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта и так далее. Но без этого, без разнообразного полноценного питания человек не живет. Вообще-то, мудрые говорили, мы состоим из того, что мы едим и пьем. Александр Сергеевич, какие микроэлементы обладают наивысшим потенциалом к укреплению иммунитета? Хочу вам сказать, что многие микроэлементы играют серьезную роль в ферментативных процессах и, конечно же, в иммунитете. Потому что именно биохимия, да, это основа иммунитета. И все процессы, которые, в общем-то, мы видим на уровне иммунной системы, они прежде всего заложены в биохимических реакциях. Сейчас познание и наука продвинулась значительно вперед. И, конечно же, из этих микроэлементов, конечно, трудно выделить какие-то, но можно выделить цинк, медь, кобальт. Вот, это микроэлементы железа, недостаток тоже, хотя его действие, ну, вообще действие микроэлементов, в общем-то, многогранно. А какие витамины особенно полезны? Витамины? Хочу вам сказать, прежде всего, я назначаю лечение, в общем-то, будем иметь не поливитаминами. Я смотрю, какие нужны человеку, понимаете. Мы имеем микросимптомы, которые позволяют нам как-то отследить. Из витаминов, которые действуют очень серьезно на иммунную систему, можно отметить, какие? Витамин С, витамин А, витамин Д, витамины группы В. А мы ненадолго прервемся, не переключайтесь. Я отмечу партнер программы Центр лабораторной диагностики Биолайн. Биолайн – лидер на лабораторном рынке Донбасса. Кхе-кхе-кхе, что-то мне не здоровится. Не знаю, что и делать. Самая здоровая программа. Вылечим всех. Следующий. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Нам доктор назначил столько анализов. Тебе нужно в Центр лабораторной медицины Биолайн. Они лидеры на рынке лабораторной диагностики Донбасса. Биолайн осуществляет более тысячи видов исследований и выполняет анализы в любых биологических материалах. Не знаю, когда все это делать. Я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 60 пунктов лаборатории по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. А где и когда можно забрать результаты? А результаты можно забрать в любом пункте или получить по интернету. В лабораториях Биолайн даже для детей и малышей с первых дней жизни предусмотрены специальные условия. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн. Будь уверен, что здоров. Телефоны 071-404-74-09, 071-306-59-48. Субтитры создавал DimaTorzok Бибольшиня-bit Бибольшиня сюрприз в 1 тел Бибольшиняpolis Расбросаны вещи, разбита посуда Двигаемся в такт, ну это факт, и я твой буду Видимо в тебя я влюбилась, а может это просто игра Не бойся быть богом, пока я за руки, мне очень нужна Кто за тебя? Я хочу, я хочу, я хочу с тобой всю ночь Зацелуй меня всю, я знаю ты мне сможешь помочь Я хочу, я хочу, я хочу всегда улыбаться Я с тобой улечу, меня полнят у меня Я слышу, как ты же Тише, тише, тише Слышу, как ты же Что-то мне не здоровится, не знаю, что и делать Самая здоровая программа, вылечим всех, следующий В эфире Радио ТВ, самая здоровая программа Конечно резкий, отвечают ли они за иммунитет Во-первых, какие добавки, какие БАДы И в общем, я конечно же лечу в большей степени Да, сертифицированными препаратами В общем, которые используются в консенсусах международных И так далее, и так далее Поэтому хочу вам сказать, что этот вопрос требует детального рассмотрения И мы должны подходить к каждой, например, анализировать каждую добавку Концентрацию действующих веществ и так далее, и так далее Производителя, дополнительные ингредиенты Поэтому я так жестко не могу сказать Но хочу вам сказать, что среди них есть препараты, будем говорить так Которые, в общем-то, работают А такие вот, как алоэ вера, эхинацея, женьшень? Ну, хочу вам сказать алоэ вера Наши бабушки, я помню, моя бабушка растила на окне Два алоэ, да И смазывали мы и раны, порезы, да И, в общем, какие-то, в общем-то, вавки высыпали, да Тоже, вот, и действовало, да И на слизистую капали Поэтому это не добавка Алоэ, алоэ, вообще-то, это лекарственный препарат Он выпускается и в ампулах, и в растворе, и в таблетках И, хочу вам сказать, он хорошо себя рекомендует И, в общем-то, нет проблем, чтобы такой препарат Или сок алоэ можно в домашних условиях приготовить И пить его в зависимости от, в общем-то, какой-то Для предупреждения болезни, да Для стимуляции иммунитета, потому что там очень много микроэлементов Там очень много витаминов в алоэ Вот, дальше вы сказали еще Эхинацея Эхинацея, хочу вам сказать, эхинацея Конечно же, есть официальные препараты Есть настойка эхинацея А есть иммунал, фирменный, иностранного производства препарат Но я знаю людей, которые выращивают эхинацею У нас даже, да И делают из нее настойки или отвары Вернее, настойки, вот так То есть, не спиртовые, а, в общем-то, водные И используют их Поэтому, в общем, их можно тоже использовать А препараты, повышающие иммунитет, пробиотики А вот как раз, хочу вам сказать, алоэ Эхинацея Вот они к этой группе относятся Они относятся к этой Женьшень О чем говорить Тут, как говорится, если ты имеешь корень настоящий Женьшень То он дает очень большие, в общем-то, большие эффекты А вот, астрогал, вы говорили, да Тоже, это рецепт народной медицины В общем-то, восточной медицины Тибета, Китая Хочу вам сказать, что многие лекарственные препараты В общем-то, были выделены из растений Поэтому этим не стоит пренебрегать Единственное, что каждый препарат Нужно назначать в дозировке соответствующей И, в общем-то, исходя из того Что ты хочешь лечить или профилактировать А вот народные средства или напитки А это и есть народные средства Алоэ и, в общем-то, травы Единственное, что хочу вам сказать Что вот очень важный препарат Это радиола розовая Тоже стимулирующий иммунитет Прекрасный препарат Это солодка Отвар корня солодки Или сиропы солодки Можно делать самим отвары А можно покупать сироп Но, опять же, это все желательно делать Но более ориентированно С пониманием Поэтому лучше, если какие-то проблемы Если часто ребенок болеет Мы очень многих лечим Таких детей И взрослых И, в общем-то, у меня на кафедре Постоянно идет прием Таких больных В отведенные дни По предварительной записи Хочу вам сказать, что это и есть А, конечно же, пробиотики Которые играют очень большую роль Они не просто играют большую роль В иммунитете Потому что эти бактерии Являются симбионтами То есть Способствующими Жизне Обеспечению организма Они вырабатывают витамины, кстати Поэтому Это тоже Говорят, что Если у тебя диарея Не важно, какая скорость Твоего провайдера Понимаете? Диарея – это понос, да? Вот Поэтому В общем-то Эти препараты Способствуют нормализации Флоры желудочно-кишечного тракта И способствуют Улучшению синтеза Многих витаминов Улучшению Барьеров Желудочно-кишечного тракта Способствуют также И профилактике аллергии Многие работы Такие я занимаюсь Аллергия очень серьезная И в общем Многие работы на Западе есть А вот на иммунитете Тренировки, занятия спортом Какое у нее значение? Конечно Закалка Сноровка Тренировка Конечно же Это очень важно Если ты Тренированный Если у тебя В общем Нет излишнего веса Да Если ты Тренируешь Легочную Сердечную систему Древние греки У них Одним из основных Видов спорта Была Ходьба И бег Представьте себе Кроме всего Вышеуперментово Какие советы Которые снизят Вероятность Подхватить инфекцию? Конечно же Держитесь подальше От температурящих Больных И с насморком Вот Используйте Так чтобы Больной Был изолирован От Членов семьи Чтобы он носил Маску Выносите Маски Потому что Прежде всего Профилактика Инфекции Иммунитет Не может Защитить И окажется Я Главный клинический Иммунолог Республики Буду Гиперболизировать Иммунитет Ничего подобного Иммунитет Он обеспечивает Что? Чтобы эти болезни Не были тяжелыми А переносились Легко Но Прежде всего Исключение Контакта Мы все равно Получаем Микробы В процессе Своей Жизнедеятельности Но если Это чрезмерно Если мы Имеем Очень большую Бактериальную Обсемененность И вот Вы мне Рассказывали Проветривание Комнаты Облучение Ультрафиолетом Это тоже Уничтожает В общем-то Кварцевание Проветривание Не помешает Это уничтожает В общем-то Вирусы В воздухе А мы Часто получаем Вирусы Через воздух Однако Нужно Не забывать То Что Грипп Может передаваться Бытовым путем То есть Грязные Руки В общем-то Посуда Которая Используется Больным И Другими Членами Семьи Это Нужно Учитывать Ну и напоследок Ваши пожелания Нашим радиослушателям Конечно Чтобы они имели Хороший иммунитет И Чтобы были здоровы Потому что Самое главное Это здоровье Будьте здоровы Дорогие И любимые друзья В студию радио ТВ Был Александр Сергеевич Прилуцкий Доктор медицинских наук Профессор Завкафедрой Клинической иммунологии Аллергологии Эндокринологии Дон Мун Имени Максима Горького Специалист по клинической иммунологии Министерства здравоохранения ДНР А партнер программы Центр лабораторной диагностики Биолайн Биолайн Лидер на лабораторном рынке Донбасса Мы прощаемся с вами Не болейте Услышимся Следующий понедельник Оставайтесь на волне 95 ИПЛ Только ваше радио Что-то мне не здоровится Не знаю, что и делать Самая здоровая программа Вылечим всех Следующий Какая лаборатория гарантирует Качество и достоверность результатов Нам доктор назначил Столько анализов Тебе нужно в Центр Лабораторной медицины Биолайн Они лидеры на рынке Лабораторной диагностики Донбасса Биолайн Биолайн осуществляет Более тысячи видов исследований И выполняет анализы В любых биологических материалах Не знаю, когда все это делать Я все время на работе Биолайн работает и в воскресенье У них более 60 пунктов Лаборатории по всей республике А для совсем занятых Биолайн предоставляет Услугу забора материала на дому Или по месту работы А где и когда можно забрать результаты? А результаты можно забрать В любом пункте Или получить по интернету В лабораториях Биолайн Даже для детей и малышей С первых дней жизни Предусмотрены специальные условия Мы заботимся о вашем здоровье И гарантируем конфиденциальность И комфорт Биолайн Будь уверен, что здоров Телефоны 071-404-74-09 071-306-59-40